Здравствуйте, мои юные друзья. Давайте с вами знакомиться. Зовут меня Светлана Михайловна. Я заведующая детской библиотекой поселка Знамя Октября. Сегодня я хочу вас пригласить на урок мужества, дневник Тани Савичевой, посвященной Великой Победе. Отшумела, отгремела, орудийная гроза. Только память то и дело, смотрит пристально в глаза. К солнцу тянутся березки, пробивается трава, а на скорбном Пискаревском остановят вдруг слова. Дядя Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года. У планеты наше сердце бьется гулка, как набат. Не забыть земле Освенцум, Бухенвальд и Ленинград. Светлый день, встречайте, люди, люди, Слушайте дневник, он звучит сильней орудий, Тот безмолвный детский крик. Савичевы умерли, умерли все, Осталась одна Таня. Эта история произошла в блокотном Ленинграде Великую Отечественную войну. Семья Савичевых погибла от недоедания и голода, Как тысячи ленинградцев-блокатников. Осталась одна Таня. Так девочка списала в своем дневнике. Таня Савичева не стреляла фашистов и не была разведчицей-партизан. Она просто жила в родном городе в трудное время. Подвиг ее в том, что она сумела остаться человеком и гражданином. Условия блокадного Ленинграда. Этот дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 1941 году, когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. Всего 9 страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступления фашизма. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала от долгожданной победы 9 мая 1945 года. Она появилась на свет в 1930 году в большой семье. У нее было два брата, две сестры. Они ни в чем не нуждались. Отец владелец Ленинграде пекарней, булочной, кинотеатром. Но после того, как частную собственность начали отчуждать, семью Савичевых выслали за 101-й километр. Отец Тани очень тяжело переживал свою беспомощность и безденежье. А в марте в 1936 году он скоропостижно скончался. После смерти отца Таня с мамой, бабушкой, братьями и сестрами вернулась в Ленинград и поселилась в одном доме с родственниками на второй линии Васильевского острова. В июне 1941 года они собирались съездить в гости к знакомым в дворище, но задержались из-за дня рождения бабушки. Утром 22 июня они поздравили ее, а в 12 часов 15 минут по радио объявили о начале войны. Первые месяцы все члены семьи оказывали посильную помощь армии. Сестры рыли окопы, издавали кровь для раненых, гасили зажигалки. Мама Тани, Мария Игнатина, шила форму для солдат. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Осень и зима были очень тяжелыми. По плану Гитлера Ленинград следовало задушить голодом и стереть с лица земли. Однажды после работы не вернулась домой сестра Таня Нина. В этот день были сильные обстрелы, ее посчитали погибшей. У Нины была записная книжка, часть которой с алфавитом для телефонной книжки. Осталась устой. Именно в ней Таня и начала делать свои записи. В них не было ни страха, ни жалоб, ни отчаяния. Только скупая и лаконичная констатация жутких фактов. 28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января 3 часа 1942 года. Лёха умер 17 марта 5 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля 2 часа ночи 1942 года. Дядя Лёша 10 мая 4 часа дня 1942 года. Мама 13 мая 7 часов 30 минут утра 1942 года. Савичеву умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Таня так и не узнала о том, что не все её родные погибли. Сестру Нину эвакуировали прямо с завода и вывезли в тыл. Она не успела предупредить об этом семью. Брат Миша получил на фронте тяжелые ранения, но выжил. Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила санитарная команда, обходившая дома. Девочку отправили в детский дом. Эвакуировали в Горьковскую область, поселок Шатки. От истощения она еды передвигалась и была больна туберкулезом. В течение двух лет врачи боролись за её жизнь, но спасти Таню так и не удалось. Её организм был слишком ослаблен длительным голоданием. 1 июля 1944 года Тани Савичевой не стало. Дневник Тани Савичевой, который вскоре увидел весь мир, нашла её сестра Нина. А её знакомый из Эрмитажа представил эти записи на выставке «Героическая оборона Ленинграда» в 1946 году. Сегодня они хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга. А копии разошлись по всему миру. Рядом с могилой Тани Савичевой стена с барельефом и страничками из её дневника. Эти же записи вырезаны на камне. Рядом с памятником «Цветок жизни» от Санкт-Петербурга. В заключение хочу вам предложить стихи Сергея Смертного, Таня Савичева. На берегу Невы в музейном здании хранится очень скромный дневничок. Его писала Савичева Таня. Он каждого пришедшего влечёт. Пред ним стоят сельчане, горожане, от старца до наеного мальца. И письменная сущность содержания ошеломляет души и сердца. Это всем живущим на седании, чтоб каждый в суть явление вник. Время возвышает образ Тани и её доподлинный дневник. Над любыми в мире дневниками он восходит, как звезда с руки. И гласят о жизненном накале 42 святых её строки. В каждом слове ёмкость телеграммы, Глубь подтекста, ключ к людской судьбе, Свет души, простой и многогранный, И почти молчание о себе. Это смертный приговор убийцам в тишине Нюрнбергского суда. Это боль, которая клубится. Это сердце, что летит сюда. Время удлиняет расстояние между всеми нами и тобой. Стань пред миром Савичева Таня со своей немыслимой судьбой. Пусть из поколения в поколение эстафетно шествует одна. Пусть живёт, неведая старение, и гласит про наши времена.